...получило довольно-таки серьезные повреждения. Во время подъема, во время подъема, значит, в силу необходимости оценки состояния поднятого судна, наличие в нем воды, так вот мне пришлось заходить на переход в Булгарию. Я смотрел, естественно, его верхнее помещение до ГОД и спускался вниз. Спускался вниз и видел те повреждения, которые были нанесены судну при затоплении. Вот здесь наиболее характерным являются два фактора, которые на меня, так сказать, произвели впечатление. Вы должны понимать, что в процессе, когда судно валится на бок, происходит очень интенсивное затопление, и потоки воды, проникающие, они идут с очень большим давлением. О чем это стремится? Вот посмотрите, пожалуйста, дверь. Косяк двери выбит. Вот здесь видно. А вот еще очень характерная вещь. Это главная палуба. Это, значит, вторая палуба. Верхняя. Верхняя. Главная палуба. Верхняя. О терминах не спорим. Грубо говоря, настройка состоит из двух, так сказать, палуб. Одна палуба главная, как мы считаем. Это палуба, которая, ну, грубо говоря, идет по корпусу судна. А дальше идет палуба настройки. Вот здесь этот коридор. Это коридор палубы настройки. Да, настройки. Вот каюта тоже на палубе настройки. Обратите внимание вот на эту дверь. Поток воды был такой, что выломало вот это вот крепление, одно из крепления нижних, и дверь загнула в валентики вот параллельно подбор. Вот такая вот сила потока. Еще обратите внимание вот на этот обломок стекла. Вот этот обломок стекла. Значит, поток воды был такой силы, что стекло как бы выставлялось целиком. То есть оно треснуло не по середине там, а просто как бы равномерный поток, который буквально-таки выстрелил это стекло. Это говорит о том, что поток был очень сильным. Очень сильным. И, безусловно, при вот таком затоплении динамичном судно получило дополнительные повреждения. Мы их видим. Все, что плавающее, оно стало всплывать там и так далее. Вот мы видим здесь спасательный желе, который зажатывает вот самые дверью.